Вы вообще ожидали, что в итоге ваша соперница на третьем этапе возьмёт деньги, голоса распределятся в её пользу, но будет уже поздно, и вы выйдете в финал? Состояния эмоций были очень неоднозначные. Я даже не знала, пройду или нет. У меня было, конечно, волнение. Зашкаливали эмоции, сейчас зашкаливают до сих пор, я не могу в это поверить. Но когда я узнала, увидела, за кого какие проценты, у меня глаза на лоб полезли, потому что действительно, как-то очень получилось неожиданно, очень получилось странно и необычно, так как Оля могла пройти дальше, но она взяла деньги и выбыла из проекта. Вы вообще даже не допускали мысли о том, чтобы взять деньги? Конечно, была такая мысль. Я думала, потому что 500 тысяч – это тоже серьёзная сумма, это уже полмиллиона. И я хотела взять, не хотела взять. Ну вот опять же повторить, было неоднозначное такое состояние. Не страшно ли было выступать в этом конкурсе, поскольку, напомню зрителям, что ты участвовала в «Детском голосе», и там всё-таки были либо твои ровесники, либо кто тебя помладше. А здесь люди всё-таки старше, опытнее, мудрее. Когда я участвовала на «Детском голосе», я больше волновалась, и страх был сильнее, присутствовал страх. Но здесь уже как-то поспокойнее, в этом проекте поспокойнее. Я, наверное, потому что выросла всё-таки, прошло время, я набралась опыта от проекта «Голос дети». И здесь я уже полностью осознавала ситуацию и более спокойно старалась к ней относиться и делать свою работу качественную на все 100%. Но как вы считаете, вы заметно выросли в творческом плане за это время? Я думаю, что да, так как уже прошло три года, это довольно большое время в моём возрасте, так как мне было на «Голосе» детском 12 лет, а сейчас 15. И это тот самый возраст, когда мы очень быстро растём и меняемся. И в том числе и голосовые связки, они меняются, они становятся взрослее, голос понижается. И за все три года я уже достаточно набралась опыта. И я считаю, что, конечно же, я совершенно по-другому пою, чем тогда на «Детском голосе». Какие песни вы исполняли в трёх этапах? В первом этапе я исполняла песню «See a life». Во втором этапе я исполняла песню Аллы Пугачёвой «Старый друг». И в третьем финальном этапе я исполняла песню группы «Made in Dragons» «Radioactive». Вы считаете, это справедливо, когда голосует 101 эксперт, и никто не знает ни их имён, ни фамилий, они так затемнены, так скажем? Это, не скажу, что несправедливо, это что-то новое, можно сказать. Потому что эти люди, они совершенно по-другому слышат музыку, воспринимают её по-другому. Они, наверное, выбирают чисто на свой вкус, на свои какие-то усмотрения, на свой слух, потому что каждый человек по-разному воспринимает музыку, голос, кому какой нравится. Там уже дело вкуса, на вкус и цвет. Ну вот, судя по отзывам, которые они высказали, ваш адрес, они были достаточно тёплыми, положительными, такими воодушевляющими. Вы ожидали получить такую реакцию? Не сказать, что ожидала, но, конечно же, было приятно, неожиданно было. Да, неожиданно было вот такие вот тёплые высказывания, эмоции наставников, экспертов. Ну что ж, я вам пожелаю удачи в финале. Держитесь! Спасибо большое! Всех люблю!